Всем большой привет! Как вы, как ваше настроение? Спасибо, что зашли на мой или на наш канал, так и до сих пор и непонятно. Погода просто супер! Вчера съездила в центр, купила себе пару футболочек, так не видно. Короче, Билли Айлиш, это футболочка красивая, светленькая. Я хотела именно белую, с каким-нибудь таким рисунком. Вот, еще одну купила футболку, купила такое, очки наконец-то себе подобрала, какие мне понравились. Такое, носочки, бюстгальтеры, ну такое, в общем, всего по чуть-чуть. Вот. И что вчера вечером смотрела ленту Инстаграм, и мне попалась в рекомендацию. Девушка ведет страничку в Инстаграм, она тоже из Украины. Довольно-таки популярная, кстати говоря, страничка у нее в Инстаграм. И она вот как-то, что неделю назад, это просто у нее в актуальном было сохранено, неделю назад она съездила в Франкфурт на Майне, и она там просто рассказывала свои впечатления и свой, скажем так, шок от увиденного, что там вообще происходило. Она планировала там побыть, что, три дня. В итоге она в этот же день не уехала. Она просто, ну, не смогла там больше остаться, ей там было страшно. Тем более она приехала одна, и, в общем, у нее там вообще чуть ли не до паники доходило. Еще она сняла себе квартиру, которая возле вокзала, а это была ее самая главная ошибка. Говорит, там такое просто происходило, ну, просто ворот какой-то криминала, реально. Она в шоке. Она что-то отменила бронь. Ну, на три дня она сняла эту квартиру. В итоге она ее отменила. В этот же день она просто немножко вот это прогулялась, все это посмотрела, спряталась в квартире, заказала себе билет на автобус и уехала. Отменила эту всю бронь и все. Не знаю, она просто была в шоке. Я думаю, найду-ка я в интернете информацию. ТОП 5-10 городов, опасных для жизни в Германии. Ну, нашла, в общем, 10 городов. Самый такой топ. На первом месте Берлин. Кстати говоря, тоже с Берлина с некоторыми зрителями общаюсь и тоже говорят, что очень опасно, особенно в последнее время, прям очень опасно просто ходить на улице. Много неадекватных людей, психически больных людей, которые ведут себя очень по-странному и реально страшно. Я не говорю даже про моменты, что очень грязно и тому подобное, но вот именно страшно находиться в этом окружении, да, вот таких вот не совсем адекватных людей. Ну, конечно же, что обычно происходит, когда я сажусь снимать видео? Мне кто-то звонит. Как меня это достало? Почему так постоянно? Когда я не снимаю видео, я ничем не занята, мне никто не позвонит. А когда я начинаю снимать видео, мне постоянно кто-то звонит. Я в шок. Смотря даже на то, что Берлин на первом месте, я все равно хочу туда поехать. Мы хотим туда поехать, потому что там реально есть что посмотреть. И там множество достопримечательностей. Я же говорю, несмотря на всю эту опасность, на грязь, на мусор, все равно туда хочется. И, кстати говоря, это самый любимый город Марины в Германии. Я тоже знаю, там, мои знакомые, они жили в Баварии, они уже давно в Украину вернулись. И они тоже так ездили по Германии, смотрели разные города. И им больше всего понравился Берлин. Вот так вот, да? Казалось бы, почему? Хотя люди вообще в Баварии жили. Там какая природа, там вообще воздух, все чисто, все красиво. Везде природа замечательная. Ну, как-то так, видите? Второе место идет Франкфурт, третье место Ганновер, четвертое место Халле, пятое место Бремен, шестое место Лейпциг, седьмое место Ахин, восьмое место Кёльн, девятое Магдебург и десятое Гамбург. Вот так вот, интересно. Вообще, напишите, пожалуйста, кто нас смотрит, может, зрители смотрят нас из какого-либо перечисленного города, будет интересно почитать, действительно ли так все у вас там опасно, страшно. Напишите, правда, будет интересно почитать. Вот я бы из всех этих, да, городов хотела бы съездить в Гамбург и Лейпциг. Ахин, Кёльн мы были, а вот Гамбург и Лейпциг, мне было бы интересно туда съездить. Ну, и, конечно же, Берлин. Берлин это сто процентов, и мы туда поедем. Я же говорю, в ближайшем будущем сто процентов мы туда поедем. Очень хочется туда, прям очень. Вот. В Гамбурге была Таня. Моя подруга, вы видели, кто давно смотрит, видели ее у меня на канале. Это девочка, которая на С1 знает, у которой там, эти все проблемки были с Саусбильдингом. Вот. И ей прям очень он понравился, Гамбург. Прям вообще, она хотела же там жить. Она искала сейчас даже там квартиру. Квартир нет в Гамбурге. И она приняла решение, будет переезжать в Дортмунд. В Дортмунд. Тоже недалеко от нас. Говорит, будем скоро жить рядом. И она тоже, кстати, говорит, что планирует приехать к нам в гости. Хочет приехать в начале, да, этого июля. Ну, будем смотреть по ситуации, потому что я еще сама ничего толком не знаю, что и как. Вот. Поэтому, правда, напишите, пожалуйста, кто у нас есть из этих перечисленных городов. Будет очень интересно почитать, насколько все у вас там так опасно. Такая вот десятка топ-10 самых опасных городов Германии. Вот. Погода за окном просто восхитительная. Просто 28 градусов. Наконец-то я дождалась лета. Настоящее лето. Я так сейчас тоже смотрю. Все там в Инстаграм выставляют. Вот. К нам. У нас тоже наступило лето. Ура, ура, ура. Те, кто находятся в Германии. Все очень ждали. И, наконец-то, я надеюсь, что это будет продлиться как можно дольше. А не так, что неделька будет солнечная, жаркая, а потом опять дожди. Очень не хотелось бы, чтобы были дожди. Так что, надеюсь, что все так и будет продолжаться. Конечно, жарко кому-то. Кто-то плохо переносит жару. Это я тоже понимаю. Но я говорю лично за сего, что я очень рада, что наступила такая погода. Сейчас буду выходить на улицу. Сегодня должен был один быть план действий. Все отменилось, все поменялось. Поэтому будет все сейчас по-другому у меня. Да. Буду идти на улицу. Уже прилично времени. Пора идти. Записала вам видео. И буду идти. Но я еще включусь, конечно же. Обязательно. У меня себе в Росмане такой вот бальзам. Представьте, за 2 евро. Всего лишь 2 евро. Очень приятно пахнет персиком. И такой, в принципе, нормально на губах держится. Как бы за 2 евро. Вообще, шикарный вариант. Так что советую. Я уже на улице. В общем, такие вот очки я себе купила. Напишите, мне идут или нет. Напишите. Мне понравились. В общем, заряжаюсь витамином D, ребята. Наконец-то. Наконец-то. Эта погода. Не устану вам про это говорить. Что я дождалась. Дождалась. Солнышко. Класс. Сейчас бы куда-нибудь к бассейну. На море. Речку, кстати, не люблю вообще. Речка. Это для меня не вариант. Не знаю. И сегодня должны были отмечать день рождения Марины. Может, кому-то было интересно посмотреть видео. Все такое. Но сегодня все отменилось. Все отменилось. Поэтому будем отмечать через пару дней. Завтра поможем замариновать мясо. Вот. И будем отмечать. Этому видео, конечно же, будет. Тем более, вы сами видите и слышали, как Марина говорит. А почему меня не снимаешь? Ей интересно. Как бы она не против. И это здорово. Поэтому те, кто там придумывает, что вот, мы заставляем сниматься Марину. Ну, это неправда. Ваши мысли неверны. Вот. Это какой-то ужас. Как ездят эти велосипедисты. Вообще ничего не соблюдают. Его сейчас просто чуть вот на моих глазах не сбила машина. Но он... Это просто. Это ужас. Не соблюдают вообще никакие правила. Но если ты едешь по дороге, тогда соблюдай правила, как соблюдают все. Но это какой-то просто кошмар. Уже сколько было ситуаций. Даже у нас возле дома. И с велосипедистами. Мы же просто про это все не рассказываем. Ну, сама суть. Они вообще ничего не соблюдают. Летят, как угорелые. Ненормальные какие-то просто. Да слава богу, что все обошлось. Короче. Буду идти дальше. Спасибо вам за просмотр этого видео. Жду ваши комментарии. Жду вашу отдачу. Спасибо вам, что посмотрели мое видео. Хорошего вам настроения. Хорошей погоды. Спасибо вам за просмотр.